Всем привет! В эфире «Спортивная среда». Сегодня у нас выпуск не совсем обычный и посвящен он футболу. В команде «Текстильщик» большое пополнение, и мы спешим познакомить вас с новыми игроками. Первый на очереди – голкипер Иван Зириков. Вот уже второй раз подряд. По итогам двух первых матчей турнира «Олимп ФНЛ» болельщики признали Ивана лучшим. Он неутомимо защищал ворота от натиска соперника. Отметим, что голосование проходит каждый раз после матча на сайте клуба и в соцсетях. Иван говорит, что в коллектив влился легко и настроен на серьезную работу. Я воспитанник московской школы, так скажем, динамовской. Всю жизнь динамо, только с 10 лет. Как меня туда привели родители. Собственно, 11 лет я там был и подумал, что пора что-то менять и поиграть на более взрослом уровне, нежели чемпионат дублей, молодежная лига. И вот пробую себя в ФНЛ. И хорошо так «Текстильщик», предложение «Текстильщик» поступило. Очень рад, что оказался здесь. Иван ставит цель показать максимальный результат и помогать команде на пределе возможностей. Личная цель – попасть в молодежную сборную России. Хотя футболу Иван посвящает большую часть времени, и для любимого хобби всегда есть место. Я люблю рыбалку после игры, поэтому это для меня восстановление номер один после игры. Особенно тяжелых. Вот уже несколько раз посетил здесь платный пруд недалеко. Сходил, как говорится, расслабился. Кстати, сейчас на официальном сайте ФНЛ идет голосование, у какой команды больше болельщиков. Давайте поддержим «Текстильщик». Впереди у команды третий по счету матч с «Химками». И ребятам очень нужна наша поддержка. Игра пройдет 20 июля. И хотя матч домашний, для нашей команды он сопоставим с выездным. Ведь встреча пройдет в Москве на поле Академии «Спартак». Напомним, Ивановский стадион пока не готов к проведению турнира «АлимпфНЛ». Два предыдущих матча с Енисеем и Ротером завершились обидным поражением на последних, даже не минутах, секундах матча. И тот, и другой раз гол, решивший исход встречи, был забит в дополнительное время. Хотя ребята молодцы, в меньшинстве характер проявили, отыгрались. Но что-то нам чуть-чуть не хватает для положительного результата. Все-таки, я думаю, надо искать причины не психологии, не в опыте, а прежде всего, наверное, в себе. Мы обязательно разберем эти ошибки. Виноватых мы не будем искать. Тут все равно мальчишки молодцы, я их поблагодарил за игру. Но что-то, я говорю, что-то, что-то мы где-то не дорабатываем. Второй матч, и поэтому так немножко от нас так фортуна отворачивается. Соперник, к сожалению, вырывает на дополнительное время. Но ничего, будем работать. Кстати, для новичка Максима Гайдукова матч с Ротером проходил в родном Болгограде. Хотелось забить, у меня был шанс в первом тайме, головой немного не попал рядом с воротами. Конечно, хотелось перед родными, перед друзьями, всеми, с кем раньше занимался футболом, кто закончил уже. Очень много близких и друзей приехало, но не повезло. Было круто все равно, ливень, такие эмоции, первый раз на арене при таком количестве зрителей. Все равно это, мне кажется, запомнится на всю жизнь. С Ротером была очень интересная игра на встречных курсах. Жалко, что, конечно, мы не дотерпели последние буквально секунды, как и с Анисеем. Но сейчас с химками будем реабилитироваться. Голову никто не опускает, мы работаем. Чемпионат только начался. Я и ребятам это говорю, и тренерам это говорит. Еще все будет впереди. Игроки были удивлены мощной поддержке болельщиков в первом московском матче. Чувствовали ее и на огромной арене в Волгограде. Ждут ее и на предстоящей игре с химками. Встреча будет непростой. Химки уже оказались в группе команд-лидеров, одержав две уверенных победы. В копилке у химок теперь не только 6 очков и отличная разница мячей 8-2, но и заслуженное первое место. К сведению для ивановских болельщиков. Если вы хотите отправиться на предстоящий матч в Москву на личном автомобиле, необходимо заранее оформить пропуск, чтобы не было проблем с парковкой. Ну а теперь от новостей футбола профессионального к любительскому. В Иванове выбрали лучшую дворовую команду региона. Впервые в областном центре состоялся Всероссийский фестиваль детского дворового футбола «Шесть на шесть». Его участниками стали 13 команд. В каждом муниципальном районе провели отборочные туры. В итоге лучшие вышли на поле стадиона «Локомотив». Несмотря на то, что фестиваль детского дворового футбола в регионе проводят впервые, его участниками стали 850 человек. В итоге в соревнованиях среди юношей победителем стала команда из Родниковского района. У девушек лидером стала команда из Иваново. Победитель этих соревнований поедет на Всероссийский финал в город Санкт-Петербург с 27 августа по 1 сентября. Поэтому есть выход на соревнования более высокого ранга. И мы считаем, что эти соревнования привлекли очень большое количество наших юных, молодых спортсменов. В первую очередь, которые объединились в дворовые команды. На этом наш спортивный выпуск завершается. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья!